Всем привет! Мы в Волгограде. Сегодня мы едем в компанию ГРАС, а завтра у нас еще будет две не менее интересные компании Global Chemical и компания Stoller по производству окон и дырей в премиальном уровне. Друзья, я вам рекомендую сегодняшний выпуск досмотреть до конца, пропитаться всей атмосферы компании ГРАС, в которой круто реализованный Scrum, Agile, многие управленческие инструменты, классная бирюзовая компания с мощным руководителем. Мы будем задавать вопросы, мы будем смотреть, как организована у него офисный планктон, как производство, как поставляется сырье, как готовится продукция, как складируется, как организована логистика и много-многое другое. Друзья, я желаю вам приятного просмотра. Полетели с нами! Будете проходиться по офису, везде увидите офлайн-доски. У каждой команды есть своя доска, которая ведется таким образом, да, и на ней есть проекты, и мы, собственно говоря, отслеживаем работу по проектам при помощи этих досок. Наша компания производит промышленную химию, да, это химия, которая используется на заводах, в промышленности. У нас там очень много отраслей промышленности, в которых мы представлены, да, чуть позже мы в презентации покажем и расскажем, да, что мы делаем. Так вот, эти команды, их тут три, они продают химию для заводов, для производства упаковки, самолетов, вертолетов, ракет, еды и многого другого. Значит, три команды. В каждой команде у нас есть технические менеджеры, продажники, есть менеджеры по работе с клиентами и гросс-менеджеры. Гросс-менеджеры – это люди, которые отвечают за новые направления в своей команде. G-коины, вот, можно будет оплачивать по браслетам, нашу продукцию в магазинах, например, да. В общем, их можно накапливать, можно тратить. Внутренняя валюта, курс одного G-коина 200 рублей. Если делать что-то хорошее, активничать, зарабатывайте G-коины, их можно потратить на отдых, на нашу продукцию, на обучение, на какой-то мерч. В общем, целая программа, куда их можно тратить и как их можно зарабатывать. Ребята тоже работают по скраму, вот, у них там есть офисы, и там у них тоже висят доски, у них проходят стендапы, ревью, вот, приходят заказчики. То есть, вся работа у нас идет обязательно по скраму, по agile. Лаборатория команды B2C, нашего ритейла, вот, и тут мы тоже разрабатываем всевозможные шампуни, бальзамы, спреи, моющую химию, таблетированную, порошковую химию, ну, и многое другое. То есть, очень много делаем анализов, мы можем разобрать, в принципе, там, любой продукт на составляющей, посмотреть, оценить его эффективность, свойства. Ну, и, собственно, так мы и делаем. Здесь тоже есть доска, доска продуктов и гросс-команды ритейла, вот, ну, и можно посмотреть, вот, над чем сейчас ребята работают, то есть. Еще в той лаборатории мы не обратили внимания, у нас вот ребята с R&D разработали свой манифест. Вот, там вот есть ряд правил и принципов, как мы должны работать. Значит, всегда сравнивай себя с конкурентом, ну, то есть, например, мы там сделали какой-то продукт, мы должны сравнить, он лучше или хуже конкурента. Сравнивая в одних условиях, то есть, часто такое бывает, что мы там сравниваем одинаковые продукты в разных там каких-то средах или там на разных людях, на разных волосах, например, там, одни сухие, другие жирные. То есть, хорошим надо тестировать все в одних условиях. В общем, там 13, по-моему, пунктов, и это вот их боли, да, то есть, они сами его создали, потом можем, если кому интересно, дойти, можно сфоткать. Там очень крутые принципы, и когда мы их, скажем так, сгенерили и вынесли, стало работать, конечно, ребятам гораздо проще. Как мы создаем продукты? Значит, у нас есть вот продукты или гросс-менеджеры, они сразу составляют ТЗ нашим разработчикам, и в ТЗ они должны прописать целевую себестоимость, сырьевую. То есть, это сырьевая себестоимость без упаковки, без комплектующих, вот, чисто сырье. И поэтому разработчики должны сделать продукт, который будет либо по данной себестоимости, либо дешевле. Естественно, чем дешевле, тем лучше. Вот здесь как раз сидят команда разработчиков, вот в этом помещении, вот. Слева, да, или справа от вас можно посмотреть, это финансовый отдел. То есть, наша компания полностью работает в 1С ERP, управленческий учет. Вот, у нас свои программисты. В этой программе работает вся компания и производство, и снабжение, и логистика, и продажи, и разработки. Ну, то есть, абсолютно все. Мы максимально все автоматизируем. Эта программа, там, максимально уже переписана под нас. Значит, раньше у нас были программисты на аутсорс. Сейчас мы начали уже набирать своих, начали делегировать. Стало, конечно, легче. Уже не во все вопросы так глубоко вникаем, но все равно большую часть, конечно, отслеживаем. Получается себя заставить не вникать? То есть, обычно же это происходит у руководителя на автомате. Можно не вникать, но мы заходим и начинаем ходить, смотреть, этот что делает, тот что делает. Там, где-то советом помочь, где-то спросить. То есть, она затягивает не потому, что это нужно, а потому, что, скорее, это человеку нужно, кто руководит. Нет, мы просто поняли, для себя, у нас очень много проектов новых, которые мы хотим крупных запустить. И понимаем, что уже, если будем уникать в дерево детали, в текущей, то мы не запустим оперативно быстро, как хотим. Поэтому сейчас самое активное время, когда нужно запускать. У нас десятки проектов, которые правильно ведутся. Соответственно, на наше было решение уйти сюда, а как раз всю текущую мы спокойно отпускаем. Спасибо. И вопрос, как вы находили исполнителя-директора топа, выращивали, нанимали? Хантили. Ну, кого-то выращивали из продаж, да, а так в основном хантили с других компаний. Опять-таки на более низкую должность, а потом у себя уже выращивали именно по исполнителю-директора. Фин-директор у нас, например, это бывший главбул. Испол-директор. Да, да. То есть, она, мы ее взяли. Она уже работала на предыдущем месте по скраму. Это редко, да, чтобы бухгалтер работал по скраму. Поэтому тут, типа, долго мы не думали. У вас по этому проекту есть один топ? Или все-таки команда, непосредственно руководители отдела вам подчиняются? Или все-таки они подчиняются одному, и он уже подчиняется вам? Нет, у нас немножко разделено. То есть, у нас исполнитель-директор. Ну, это основная такая вся рутина-текучка. То есть, напрямую нам, это все продажи, все разработки. И, ну, и вся, естественно, новый проект. А все остальные исполнитель-директора? Ну, вся текучка это один, и перспектива это уже... Да, да, да. То есть, мы вот именно за новое, за развитие. Ну, и плюс увеличение, там, правил продажи. Ну, и финансы, да. Нет, ну, и финансы нет, это исполнитель. У вас есть у вас какое-то объявление? Ну, прямо вот, кстати, такого и нету, да? Как-то, может быть, оно и нужно, но пока нету. У вас получится три собственника? Да, вот я, Тимур, и еще Михаил Грачев. Это завтра у него будет Играс компания. То есть, у нас три равных собственника. Михаил на каком-то уже этапе развития вашего присоединился? Да, он присоединился, я не помню, в девятнадцатом году, по-моему. Управление торговли – это управленческий учет. 1С-бухгалтерия – это бухгалтерский учет. Управленческий позволяет видеть в моменте, где вы находитесь, какая прибыль, какие убытки, сколько по командам. Начиная внедрять управленческий учет, мы как раз-таки внедряли планирование, расчеты себестоимости и финансовые показатели в моменте. Сейчас у нас ERP, ну, много чего автоматизировано, и в целом мы можем прям в любую секунду зайти и посмотреть, сколько у нас финансовый результат. Сколько чистая прибыль в деньгах, в процентах, сколько затраты по любым командам, подразделениям, по группам продуктов. Условно, можем посмотреть, сколько какая из команд потратила на какие-нибудь скрепки. Ну, например. Очень понравилось. Я же производственник, мне многие процессы эти очень интересные, что-то посмотреть у себя, применить, как в любви устроено. Ну, производство само не увидел, но работа в офисе, организация, очень круто на уровне, мотивация людей, созданы такие условия, то есть, туда приходишь, хочется работать. Классный офис, вид у реки, все классно, симпатично. Не знаю, ребята молодцы. У меня тоже так будет, обязательно. Посетили сегодня первую компанию в городе Волгоград. Компания занимается производством бытовой химии, очень мощная, очень крутая. И, что самое интересное, очень молодая. И все эти ребята стремятся сделать свой бизнес с той целью, чтобы наша страна процветала, и в ней было жить очень хорошо, комфортно, богато. Молодцы, очень, конечно, заряжают, да, энергию, ценности, конечно же, я очень-то разделяю, потому что тоже хочется построить и свою компанию, чтобы она приносила пользу не только людям, не только клиентам, а также и всей стране. Везде мы проектируем двухкамерные стеклопакеты, теплые стекла, три стекла, с аргоном чаще всего. У нас много объектов в Сочи. Если узнать, первый отель Катерина Альпик на Красной Поляне мы стеклили в 2004 году, дом архитектора в Сочи. Так, панорама парк-отель в СТ-Садке. Собственно говоря, с чего началась история нашей компании? С 2000 года, когда вообще здесь начало все основываться, да, на этой территории, это здесь производили просто европоддоны. И, собственно говоря, затем Сергей Мазин, уже общаясь там с сотрудниками компаниями, пришла идея докупить оборудование и начать производство деревянных евроокон. А изначально вот с этого станка все это начиналось на этой территории. А якорь? Якорь? А это так, рядом стояло. Это для поддонов было? Да, для европоддонов, да. То есть это станки для европоддонов просто. То есть с чего начиналась история компании? Вот мы его здесь оставили для того, чтобы сохранить. Мне помню. Сейчас каждый проект требует детальной конструкторской проработки, каких-то новых решений, дополнительной там ручьей работы и так далее. То есть сложность стала. То есть простых окон очень мало. Проектируем все по золотому сечению. Все импоста горизонтальные, вертикальные, все одинаковые. Глухарь тоже, если вы обратите внимание, этот глухарь стоит в створе с этими изделиями, скорее всего, я про это не помню. И у него вот расширенный брус стоит. То есть можно было сделать, если вы с этой стороны подойдете, то есть в принципе достаточно было сделать его более узким. Но когда мы смотрим на фасад, то получается не архаика какая-то, а получается правильная такая геометрия. К нам обратился Коля Басков. Он делал ремонт, у него там большой дом в чистых прудах. И такой оперный зал. В великолепном доме. Ко мне приходит много заказчиков, и как-то меня, можно сказать, припозорили, что у меня стоят советские станки, которым по 40 лет. Сегодня я зашел на крутую компанию и увидел такие же станки, как у меня. И на этих безотказных станках делаются крутые, дорогущие вещи. То есть по сути дела мы работаем по одной основе, по одной технологии. Вопрос только в том, какой мы конечный продукт делаем и сколько он стоит. Заинтересованность каждого работника. То есть в чем она заключается. Ну и вот владельцы этой компании, они поделились тем, какую ценность они дают клиенту. То есть что такое их изделие. Сейчас я еще немножко попытаю директора производства, для того, чтобы узнать, как взаимодействие с сотрудниками, как выстраивается вообще структура именно самих рабочих процессов. В 2000 году тоже один из врачей, сейчас ему 84 года, ну просто там в разговоре говорит, мы покупаем завод до Скойбышева. Деньги есть? Ну как бы, хочешь, заходи. Все, я говорю, зайду просто, ну как бы, активным партнером. Ну и все, я зашел, уже ставили оборудование. Ну это был самый крупный завод в европейской части России деревообрабатывающий. Вот. И уже, это не моя была идея, окна, была своя лесопилка, сушилки, делали поганаж, ну доскопола, плинтус, макгонка, всякие дешевые двери. И почему-то была идея евроокна. Я, честно говоря, не знаю, кто родоначальник этой идеи. Там было до 30 лет дальше. Да, 29 лет мне было, да. А параллельно, пока мы занимались вот этими зачетами, один из директоров Каустик, у нас завод есть, нефтехимический, в Красноармейском районе, он говорит, давайте, может быть, поддоны делать. Я думаю, ну с ума сошел, поддоны, что-то пристал, пристал. И мы, собственно, сначала мы базировались на Волгоградском гипсовом заводе, вот что было не Волма. Мы с Сашей Малашкиным мы занимались спортом, а с Юрой Гончаровым мы в одной школе учились. Вот. И мы у них там арендовали цех, пока они как раз только начинали раскручиваться. Все. И потом я купил вот половину вот этой территории, и мы здесь делали поддоны. Делали многое. Ну, наверное, на ЮФО точно мы были номерами. 25 тысяч штук мы вручную делали, колотили. Уже смотрели линию автоматическую. И потом в Ростове, вашу мать, открыли завод по производству биг-бегов. Большие такие мешки, как типа из-под сахара. И всю эту химию на торгетке в основном. Мы тоже, у нас уже появился опыт работы с таможнями. Мы сделали свои техусловия. Мы прошли все таможни. Россия не входит в кругооборот поддонов европейских. Поэтому на всех европейских есть евро, стандартно российских нет. И была логика простая. Завод покупал у меня поддоны, складировал мешки на баржу, и баржа уезжала за границу. И в какой-то момент все это рухнуло. У нас было 4 лесхоза, 12 единиц техники. Ну, как бы мы были такое, ну, там, деревообработочное предприятие. Мы в Волгограде пилили тополь наш, не сушили его. То, что, по сути, поддон одноразовый. Это не нужно было. Ну, сначала было очень хорошее рентабельство, меньше, меньше, меньше. А потом, как бы, ну, и чуть-чуть мы работали там на хлебзаводы какие-то еще. Ну, совсем маленький объем. И получилось так, вот я начал с этого. Одну из групп рассказывал. Основная ошибка наша вот на рынке, ну, вот сейчас это рынок строительный. Ну, и параллельно, вот получилось так, что мы, занимаясь производством, во-первых, нас много компаньонов. А производство, это такая, ну, во-первых, это не какой-то системный продукт. То есть, это такая штучная история. Как вот Максим здесь с лестницами есть. Без него, как бы, Максим? Да, 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 да. Да, пожалуйста, вопросов нет. Все читали книгу, да, у Тойота, что-то ни у кого Тойота не получилось сделать. Мы к этому спокойно относимся. А то ладно, Калина какая, а? Да. Ну, вот, и получилось так, что вот этот завод, который мы купили, он, ну, нужно было делать что-то с недвижимостью. Вот родилась идея, мы сделали строительный рынок. Раньше назывался, он 20 лет, он Волгоградский, а потом строительный рынок. Да, просто сдача в аренду площадей. но сейчас много мы сдаем, больше 60 тысяч метров. Вот, а производство тянуло вниз. А поскольку у меня был персонал, в принципе, у меня очень мощный дядя, вот он умер в 71 год, он очень сильный технарь. И он очень много здесь заложил, основы, фундамент, вот эта история. Я, ну, сестра работала вместе с ним на этих поддонах, говорю, что будем делать? Двери, окна, что-то надо делать, поддон и все. Ну, они говорят, давайте сделаем окна. Ну, вроде как, продукт дорогой, ну, что-то там и так далее. И все, мы начали делать окна, перевезли мы сначала с 4 тысяч метров, мы переехали вот в этот нижний ангар. и вот это здание было. Остальное мы здесь все построили. Есть классный у нас в Ютубе ролик «Григорьичу 70 лет», на 70-летие сняли ролик, там нормально рассказана вся история нашего как бы поколения, ну, потом, ну, семьи Мазиных, Борисовых, и вот история про стойлер. Вот, потом мы начали смотреть, мы, по-моему, взяли, полтора-два года я вообще здесь не появлялся, мы взяли один контракт, по-моему, в Сочи, Катерина Альпик, или парк-отель. И что-то я понял, что надо, ну, надо смотреть. Мы поехали по России, посмотрели много заводов, нам ничего не понравилось, поехали в Германию. Поехали в Германию, начали чаще, у нас много ребят с завода там бывали, смотрели технологию, как они, ну, все-таки, то есть у нас немецкая, есть пять типов окон, кому интересно, расскажу. Английское окно открывается наружу. Логика англичан такая, чем сильнее ветер дует, тем сильнее прижимает створку. Дальше есть финская двухрамка. У нас в Советском Союзе называлась серия АРУ. Две створки. У нас просто они по очереди открывались, а финны их на такой Т-образный механизм соединяли, до сих пор эти окна есть. Третье, это американское окно, слайдер вверх. Четвертое, ну, это пузырь от животного, да? И пятое, это рота-франк, первые, по-моему, в Пис... ну, типа, в 49-й или 51-й год изобрел фурнитуру проветривания. Получилось евро-окно. С большим удовольствием вчера посетили Global Chemical в предвкушении сейчас посещения ГРАСП, потому что ты видишь, насколько крупную компанию можно создать из ничего, просто из идеи, имея желание, имея какую-то глобальную цель перед собой. И в Global Chemical тот вывод, который оттуда я прям для себя вынес, что если тебе хочется что-то сделать, просто достаточно начать это делать, и все получится. Ребят, ну, я ехал вдохновиться, потому что после Яндекса и Сбербанка я думал, что уже ничем нельзя удивить себя и свою команду, компанию. Но я думаю, что ГРАС все-таки та компания, которая умеет удивлять, и за ними будущее. Недавно вернулся с конференции, и там тема была «Бизнес – это люди». Мне кажется, это главный слоган в принципе поездки, потому что поездка без людей, без команды – это просто пустой бизнес. Но команда, она делает наполненный сам бизнес и добавляет туда жизни. Поэтому в каждый бизнес я желаю отличную команду. Перенимаем опыт уже там ребят, которые сделали успех где-то в своих нишах, соответственно. Ищем новые идеи, так сказать, просвещаемся. Из заметок рассказать, что вчера написал? Ничего вчера не написал. Нет? Кайфовал, кайфовал просто. Ходил. Сегодня на ГРАСе был? Сегодня на ГРАСе еще не был. Был. Да, очень хотелось бы посмотреть, посмотреть на ГРАС вживую. Ну как, ожидания завышенные, так сказать. Надеюсь, не подкачают наши Волгоградские друзья. И посмотрим, как ГРАС живет. Я руководитель корпоративного университета в компании ГРАС. На самом деле данное направление у нас появилось недавно. Шесть лет я занимала пост руководителя проекта ГРАС Фэмили. Вот, Диман меня, кстати, знает, мы с ним уже приезжал. Екатерина сейчас ведет данный проект. Мы HR департамент полностью сейчас разветвляем на руководителя группы подбора адаптации персонала, на ГРАС Фэмили тот проект, который занимается мотивацией сотрудников, счастьем сотрудников, уровнем лояльности и все остальное. И вот данное направление как корпоративный университет, это больше направление сейчас на развитие сотрудников, перформанс-ревью, всякие проекты из разряда Next Me типа взаимозаменяемость, чтобы у каждого руководителя был свой, грубо говоря, аватар, как мы называем. Мы в ГРАСе, наконец-то, ни разу не был в ГРАСе, я всегда хотел сюда попасть, такая корпоративная культура, большая компания, ярдовые, 10-ти ярдовые, там 20-30 ярдовые обороты, классно, целая культура, тысячи людей, громадные здания, город целый построили. Сейчас будем узнавать и учиться у них. ГРАС, это такая большая семья, которая объединена одной общей целью, одними общими задачами, и которая далеко-далеко бежит вперед и никогда не планирует останавливаться. И вот, что заставляет наших сотрудников переть таким большим локомотивом вперед за Михаилом и за всей командой, сегодня мы об этом как раз с вами поговорим. Как построить корпоративную культуру, чтобы сотрудники называли работу домом, семьей или многим другим. Проект у ГРАС ФАМИЛИ у нас несколько лет. Запускался он изначально просто как, что, а давайте попробуем, кто занимается развитием корпоративной культуры, подбором вообще себя в компании. Супер, мне радует, что я вижу здесь руки. Недавно мы так вспомнили одну очень хорошую фразу, корпоративной культурой можно не заниматься, в нее можно не вкладываться, она сформируется сама. Вопрос только понравится ли то, что сформируется самостоятельно, так вот хаотично, без вашего вмешательства. Мы не хотим этого хаотичного развития, поэтому мы очень много во все это вкладываемся. Наверное, одна из таких характерных черт нашей компании это постоянные встречи. Это когда-то такая, знаете, из отличительных прям вот культура наша. Мы встречаемся всегда. Для нас любой праздник, любая какая-то новость, это уже большая победа и повод собраться. Например, в прошлую пятницу в преддверии подготовки к новогоднему корпоративу мы устроили здесь большой кинопоказ. Ну, как сами понимаете, кинопоказ там ничего не стоит устроить, а пару пачек чипсов и обошлись там примерно в 2000 рублей. Но зато счастье у сотрудников уже было очень хорошее. Для чего нам нужны эти встречи? Мы максимально стараемся делать все, чтобы люди работали здесь, чтобы им было приятно, чтобы они работали с теми, с кем в том числе им нравится. Поэтому потом еще Аня расскажет, что мы очень внимательно относимся именно к подбору сотрудников. Ну и, собственно говоря, в среднем мы живем-то всего лишь 78 лет, из которых, как правило, 11 лет уходят на работу, 23 года на сон, и только 6 лет уходят на дом, а значит и на каких-то близких нам людей. Ну, как вам, хочется 11 лет своей жизни потратить на то месте, где вам будет некомфортно? Я думаю, не очень. что? Да, можно спать поменьше. Мне тоже кажется, что цифра с сном немножко преувеличена. Ну и если вообще смотреть даже на рынок труда, сейчас все молодое поколение, они хотят видеть отработателя не только большую цифру, да, на карточке в конце месяца, но в том числе и всякие различные условия, мероприятия, которые компания может дать. Поэтому, собственно говоря, мы в это и вкладываемся. Но давайте по-честному, да, слово семья это какая-то поддержка, уважение, любовь, радость. И на самом деле слово семья имеет отчасти схожие понятия с работой мечты. Вот давайте зафиксируемся, что работа мечты это дух товарища, надежность, справедливость, уважение и гордость. А затем мы чуть-чуть это еще подкрепим цифрами и вопросами, которые мы проводим у нас в компании. Как Аня уже сегодня с утра вам сказала, да, у нас не всегда HR-департамент был с идеальной такой и разветвленной структурой очень долгое время в принципе все опросы, вся какая-то история с ЕНПС, с уровнем лояльности измерялась у нас вот я так чувствую, нам так кажется. Это работало, когда в компании было там 300-600 человек, когда в компании было 900, когда в компании было еще 1200. Как-то можно было контролировать эти потоки и понимать у кого что происходит. Но когда мы резко за год приросли в плюс 600 человек, следующий год примерно такая же цифра, мы понимали, что уже просто на том, что я так чувствую, не сработает. И мы вошли как раз таки в эпоху всеразличных ЕНПС опросов, опросов лояльности, климата и многое другое. Ожиданием было увидеть действительно крупные компании, их внутреннее устройство и позадавать несколько вопросов именно собственникам, понимать, как они шли к успеху, что их толкало, что их зажигало. Получилось вопросы задать, ожидания полностью оправдались. Помимо насмотренности на компании, просто приятная атмосфера, приятные люди, резиденты. здесь даже не совсем понятно, что было более ценно. Это разговор с собственниками крупных компаний или наш внутренний нетворкинг, где можно было задать непосредственно каждому участнику поездки вопросы, получить на него полностью развернутый ответ. Я доволен. Вы у меня часто спрашиваете, как стать успешным. Так вот, надо ездить с реактором в разные поездки, впитывать всю информацию, которую вам говорят уважаемые господа спикеры и внедрять, внедрять, внедрять в свои бизнесы. За вас! Нам все секреты уже открыли, мы максимально уже наполнились новыми знаниями, готовы покорять свои рубежи. Ну и тебе, естественно, привезли кучу подарков. Обращай внимание на свое окружение и в окружении, если есть какие-то успешные и богатые люди, я вижу, что они развиваются. И я не могу остановиться, пока я кого-то не обгоню, не стану, там, чуть больше. У меня не будет больше людей или, там, больше благотворительности. И мы не будем создавать крутые продукты, которые тоже будут на полках. То есть у меня только соревнования. И когда я смотрю дальше, там, в Волграде, ладно, всех обогнали, мы одни из самых крупнейших, смотрим на свою нишу, Проктор и Гэппл, 120 миллиардов, выручка. А у нас в этом году всего 28. Там, у Хенкеля 60 миллиардов. И все растут. Есть на кого ориентироваться. Там, недавно познакомились с Эвко, Сергей Иванов. Что-то там 350 миллиардов. Типа, окей, есть планки, есть планки еще выше. То есть можно бесконечно развиваться вперед, пока есть примеры ребят молодых, в том числе, там, вот те же самые, все инструменты к нам приедут в гости скоро. 100 миллиардов. Парни, два парня, младше, чем я даже. 100 ярдов все инструменты. То есть есть ребята круче, легко все это делают, поэтому тоже это можем сделать. для меня вот это парит. Нет смысла бояться. Просто делаем свое дело. Каждый день. И не косячим стараемся. А все, что угодно может случиться. М עלgi, degrees, somewhere поanhку, в чем мы на этом местеイ вот пусть, например, Terruпиз, пусть, все это мое 많 Peki,